всем привет вы на канале 5 соток меня зовут ирина сегодня будет небольшое видео о том как правильно укрыть розы в зиму у меня есть вот такие три кустика роз они растут здесь все рядышком поэтому мы сделаем для них одно укрытие все три розы чайные и они не очень хорошо зимой то есть если их не укрывать то они скорее всего замерзнут даже под укрытием 2 розы вымерзают так что нам потребуется нам потребуется секатор если вы еще не обрезали розу нам потребуются такие небольшие крабельки нам потребуются дуги для укрытия спонбонд шпагат и камни для того чтобы прижать спонбонд так видео называется три основных правила укрытия роз и первое основное правило заключается в том что розы обязательно должны пройти закалку температурами до минус 5 минус 7 градусов вот ночью нас уже такие температуры были розы уже прошли закалку и поэтому мы можем приступать к их укрытию так значит первый момент это закалка роз обязательно так что мы делаем дальше второй момент то что нам нужно обязательно убрать всю листву и сырую и сухую абсолютно всю листву из-под роз то есть вот на вот этой площади где будет у нас расположено укрытие зимние всю листву нужно собрать потому что во первых она скорее всего влажная потому что осень у нас сырая в основном в средней полосе россии вот и во-вторых там конечно же остались какие-то вредители и болезнетворные бактерии особенно если летом розы чем-то болели нынче у нас паутинный клещ нападал на наши сады и огороды поэтому всю листву обязательно нужно убрать так это второй момент то есть мы убираем всю листву и все ветки траву всю из-под кустиков так дальше нам нужно обрезать розы вот то есть я просто срезала сухо цветы до здоровой ткани вот вы можете видеть что здесь уже ткань здоровая она не черная не серая на такая светленькая вот то есть тут уже никаких болезней нет и обрезала я ее уже давно ведь она уже даже потемнел срезанью стал коричневым вот я так поступила со всеми веточками то есть везде где были у меня цветочки я все их обрезала так дальше эти розочки они у меня поменьше вот здесь тоже срезала когда-то успела тут он сам у нас отвалился так но этот вот видите тут коричневая да и мы вот до зеленого вот так вот наискосок срезаем все здесь уже здоровая ткань мы видим вот на это самая маленькая малютка роза и и мы обрезать вообще не будем потому что я вообще переживаю как она перезимует может быть она вообще у нас погибнет мы и лучше обрежем потом по весне когда уже будет видно точно что у нас пережила зиму что подмерзла вот и оставим только хорошие зеленые веточки так и третий момент заключается в том что нужно обязательно укрывать розы в сухую погоду то есть понятно что осень никакого тут солнца мы можем и не дождаться но дождя быть не должно то есть вот сегодня пасмурно но никакого дождя у нас нет значит можно розы сегодня укрывать вот и еще такой момент прививки у розы можно заглубить немножечко в землю то есть мы вот так вот берем и немножко их как бы окучиваем то есть самое главное чтобы у нас не замерзла прививка потому что если замерзнут веточки то это в принципе не очень страшно потому что они отрастут от прививки и куст будет дальше радовать нас цветением вот но если у нас замерзнет сама прививка то уже никаких роз мы не увидим и никак спасти мы уже этот куст не сможем поэтому прививочку мы немножко вот так вот загубили в землю а потом по весне мы просто ее откопаем то есть когда у нас уже будут твердые плюсовые температуры мы просто вот эту землю лишнюю уберем так что мы делаем дальше мы берем наши дуги вот я как раз этого расстояния между ножками дуги хватает чтобы охватить все три кустика вот мы идем и вот так вот их втыкаем вот обратите внимание некоторые садоводы рекомендуют кустик пригибать то есть вот так вот все веточки опускать к земле ну во первых это долго во вторых мы можем сломать ветки в третьих потом когда весной мы все это дело освобождаем у нас ветки все равно получаются накопленные дуги и кустик тоже довольно таки долго потом выпрямляется и восстанавливаться так вот и вторая дуга мы ее ставим вот так вот перпендикулярно первой дуге так вот втыкаем втыкаем так чтобы у нас розочки были под укрытием то есть полностью весь куст всю высоту до куда мы обрезали все должно быть полностью под укрытием так и дальше мы берем спонбонд спонбонд конечно нужно брать 60 если у вас нет 60 то можно брать меньшей плотности но закутывать уже розы нужно в несколько слоев то есть спонбонд сворачивать несколько слоев два в три так главное не порвать спонбонд от шипы розы сейчас мы ее укутаем спонбонда мы укрыли как вы видите спонбонд у меня не новый то есть его можно использовать несколько раз то есть он не потрескался ничего с ним не случилось только запачкался немного то есть это не страшно вот и теперь мы берем шпагат и поскольку у нас сильные ветра бывают и осенью и зимой мы этим шпагатом перетянем наше это укрытие вот просто чтобы спонбонд не разлетелся потому что было уже как-то раз такое что пришла а тут все просто разлетелось по сторонам весь спонбонд ветром просто растащила так же как вот мы зиму готовим точно так же перекрутить это делается только для того чтобы у нас не летел спонбонд зимой больше никакой тут функционально так вот шпагатом и перемотали и по низу видите везде прижало камнями это камни кстати от прудика которая недавно я мыло и убирала вот то есть по низу у нас все герметично все прижато зажато вот и в таком виде у нас роза будет зимовать и ни в коем случае но у нас не замерзнет если у вас розочки растут отдельно то им нужно делать такое ну по такому же принципу но маленьких размеров укрытия вот чтобы она зимовала и не замерзла надеюсь что это видео было для вас полезным специально постаралась его сделать не длинным чтобы такие основные моменты просто отразить и начинающим садоводам было понятно как укрыть розу чтобы она вас весной продолжала радовать а не погибла спасибо всем за внимание за лайки подписывайтесь кто еще не подписался всем пока